С 2006 года база отдыха «Каравелла» активно наступает на близлежащий садовый кооператив «Старый Фиолент». По словам дачников, сначала были словесные угрозы, а два года назад началась настоящая война. Пошел чисто рейдерский захват. То есть силовыми методами, с применением техники, какой-то подозрительной охраны в камуфляжной форме. Пришли люди, сломали все заборы, снесли межевые знаки, вырезали все трубы, калитки, ворота, емкости. Все это было увезено, сдано в металлолом, поставлена охрана с собаками и все. И половина кооператива у нас оказалась под хозяйственным базой отдыха «Каравелла», так скажем. Которая на самом деле является незаконным хозяйственным образованием. Дачники выяснили, что «Каравелла» лишена права на земельный госакт еще в 2000 году. Тем не менее, продолжает принимать отдыхающих и стремится захватить территорию Старого Фиолента, расположенного в очень живописном месте. Начинают обычно, по словам дачников, с близлежащих домов. Приехала неделю назад и обнаружила, что у меня вход в дом заварен, калитка заварена, ворота заварены, забор снесен и превращен в хлам. Забор дорогой, для меня 2000 долларов – это приличные деньги. А то, что меня охрана не пускает в собственный дом и говорит, что вы тут не имеете права находиться, это база отдыха, это вообще возмутительно. У меня на дом все документы, я его строила, ну, вернее, моя мама, это не суть важна. Этим домом, как бы, мы здесь живем, постоянно живем, он достаточно, внутри там есть и водоснабжение, и горячая вода, и холодильники, и вещи, и постельное белье, и все на свете. Мебель, люстры, все как положено людям. Это все захватывается, хозяйку не пускать, это все мое. Больше того, когда я все-таки с милицией пришла зафиксировать факт разрушения забора, и потом осталось ночевать, то утром меня практически закрыли в собственном доме. Значит, одна дверь заварена, во второй двери посажена огромная злобная собака, меня продержали почти сутки в этом доме, и говорили, что я буду, как Юлия Тимошенко, сидеть, потому что я незаконно здесь нахожусь. Небольшого домика в кооперативе лишился даже почетный гражданин Севастополя Сергей Булах. В прошлом году директор Каравеллы пытался весьма оригинально уговорить еще одного дачника отдать дом. У меня есть госакт на эту землю, есть свидетельство о праве собственности на дом, баню, сарай, все строения. Даже вот на эти дорожки есть все документы. Мне предложили, чтобы я заплатил откупной в размере однокомнатной квартиры по тем ценам. Тогда от меня отстанут. Естественно, я отказался, потому что я предложил много сил, вся моя семья тут работала, мы строили это все. Потом поступали мне угрозы разного рода физического насилия. А в феврале прошлого года у меня вдруг сгорел дом. То есть внутри все полностью выгорело, но ущерб довольно был значительный. Мне пришлось все восстанавливать. Что вывод МЧС и милиции? Поджог. А 22 апреля охрана и директор базы пошли еще дальше. В присутствии вызванных дачниками сотрудников милиции, директор Каравелло причинил травму головы одной из дачниц. После этого его никто не видел. Действовать начала Блоклавская милиция. Уступило сообщение по линии 102 о том, что совершаются хулиганские действия со стороны руководства одного из прилегающих баз отдыха к дому в районе Астафеля. В настоящее время выехала следственная оперативная группа Балаклавского райотдела. Провели первичный осмотр места происшествия. В ходе осмотра вышли охранники этой базы отдыха вместе с руководителем. Совершили хулиганские действия в отношении заявителя женщин. Мои сотрудники предприняли меры к задержанию. Однако человек законные требования сотрудников не выполнил. И скрылся на территории базы отдыха. В настоящее время по указанному факту проводится проверка. И будет принято решение срок 10 суток. То, что касается граждан. Я думаю, что они должны свои проблемы решать в судебном порядке. А в случае возникновения конфликтных ситуаций с применением какой-то физической силы. Или с применением животных, которые могут угрожать жизни и здоровью. Естественно сообщать нам. Я буду предпринимать самые адекватные сложившиеся ситуации и меры. Милиционеры посоветовали дачникам старого фиолента заключить договор с государственной службой охраны. Наш телеканал будет следить за развитием событий.